В Шотландии снова устроили охоту за лохнесским чудовищем. Самую масштабную за последние полвека. К озеру съехались волонтёры из разных стран. Всего около ста человек. Ещё 300 следят за поисками онлайн. «Примерно 20 лет назад, когда мы учились в школе в Америке, нам задали сочинение на вольную тему. Я написала про лохнесское чудовище. Уже не помню почему. Может, я только что посмотрела про него фильм или что-то прочитала. Когда узнала, что будут поиски, то подумала – о, 20 лет спустя я могу присоединиться к охоте». Первое упоминание о чудовище в этом озере в Шотландском Нагорье было ещё в средние века. Тогда ирландский монах Святой Колумб увидел какого-то огромного зверя в реке Несс, вытекающей из озера. А в 1933 году управляющая отелем Элди Маккей рассказала постояльцам, что видела существо, похожее на кита. С тех пор энтузиасты периодически устраивают на озере масштабные поиски. И вот участники снова сканируют мутные воды. Поиски ведут две местных организации энтузиастов. «Ещё в VI веке Святой Колумб изгонял из этого озера водяного зверя. Но всемирный феномен Несси явили миру наблюдения Элди Маккей 90 лет назад. В 2020 году гидролокатор зафиксировал объект размером с фургон. В озере Лох-Несс на протяжении веков происходили вещи, которых мы не можем объяснить». Озеро также исследуют с помощью беспилотников с инфракрасными камерами. Используют и гидрофон для обнаружения звуков под водой. Впрочем, мешают плохая погода и оживлённая навигация на озере. А также технические вопросы. «Мы отчётливо слышали четыре всхлипывания. Не знаю, как ещё это лучше описать. Это было слышно по громкоговорителю. Мы разволновались и побежали проверять, включён ли диктофон. Но он не был включён. Это случилось по моей вине». В 2019 году другая группа учёных провела анализ ДНК в водах озера, чтобы исключить присутствие крупных животных, таких как динозавры. Они обнаружили большое количество ДНК угрей и пришли к выводу, что легендарное лох-Несское чудовище могло быть гигантским огурём.